Добрый день, уважаемые читатели, зрители! И вновь на площадке издания «Тюменская область» сегодня мы проводим встречу клуба «От первого лица». Это проект, в рамках которого мы встречаемся с руководителями тюменских предприятий, исполнительных органов власти и с людьми, которые вносят весомый вклад в развитие региона. И сегодня гостья нашей студии Оксана Астафьева, директор кадрового центра работы России Тюменской области. И мы поговорим о ситуации на рынке труда, о проекте по поддержке самозанятых граждан и на другие актуальные темы. Здравствуйте, Оксана Вячеславовна! Добрый день! Начнем с первого вопроса. Я думаю, это вопрос, волнующий всех тюменцев. В Тюмени презентовали модернизированный кадровый центр работы России. Расскажите о внешних и внутренних изменениях центра и какие, возможно, дополнительные услуги появились в трудоустройстве граждан. Ну, конечно же, модернизация включает в себя и внешние изменения. У нас ремонтирован первый этаж нашего здания, внедрена система open space, то есть это открытое пространство. Все ограничения у нас убраны в качестве вот этих, у нас раньше были кто знает, кто посещал наш центр занятости. Такие закрытые кабинки, что минимизирует открытость и соискателя, и специалиста. И вот когда я работала в свою бытность просто специалистом центра занятости, как раз я работала в таком окошке. Мне все время хотелось выйти и начать без этих преград условных взаимодействовать с людьми. Во-вторых, у нас внедрены дополнительные сервисы. У нас зона дополнительных услуг работает специалист, карьерный консультант, психолог профессиональный и юрисконсульт, который оказывает юридические консультации в рамках нашего взаимодействия с гражданами. Кроме того, у нас организовано принцип единого окна. В центре занятости работают два администратора и входящий весь поток граждан. У нас, во-первых, проходит через всю электронную очередь, она тоже у нас внедрена. И, конечно же, в общем, по всем услугам координируют наши два администратора на входной зоне. Кроме того, есть зона дополнительных сервисов, которая предполагает возможность подачи заявления на единой цифровой платформе на сайте работы в России прямо в центре занятости населения. У кого дома нет технической возможности подать заявление в рамках цифровых сервисов, это можно сделать, находясь в центре занятости населения у нас. И консультанты наши также оказывают сопровождение таких клиентов, помогают качественно заполнить резюме, качественно подать заявку на содействие в поиске подходящей работы и на все другие государственные услуги. То есть вот сопровождение начинается, можно сказать, с порога. И еще мы для себя поняли, что, наверное, главным принципом клиентоцентричности в работе и службе занятости сегодня является сопровождение клиента одним специалистом от дня его обращения до итогового трудоустройства. То есть сегодня кадровый консультант, прежде всего, знакомясь с человеком, выявляет его потребности, будь то профессиональное обучение, либо развитие самозанятости. И уже до победного, как я говорю, пока не трудоустроит, пока не организует самозанятость, не окажет все сопутствующие услуги, которые ведут к успешному трудоустройству, либо к осуществлению другой трудовой деятельности, приносящей доход, они не оставляют буквально этого клиента. Оксана Вячеславовна, расскажите, как изменился рынок труда в Тюменской области за последние полугодия? Есть какие-то существенные изменения? Тенденция к снижению количества обращаемости у нас сейчас намечается и отражается, конечно, это напрямую на уровне регистрируемой безработицы. Если на 1 марта у нас на учете стояло порядка 4400 соискателей в качестве безработных граждан, обращаемость как раз у нас наблюдалась в конце февраля, начале марта, по начало апреля, то сейчас мы видим снижение обращаемости с одной стороны и с другой стороны видим тенденцию работодательской активности, то есть вакансий у нас стало больше. Если на начало марта также у нас было 24 тысячи вакансий, сейчас 27-28 тысячи вакансий, эта цифра варьируется по Тюменской области. Ну и, как я уже сказала, снижение уровня регистрируемой безработицы сегодня достигает 0,48 по Тюменской области, то есть на учете состоит у нас 3000, последние цифры сегодняшние, 988 безработных граждан, 2600 это Тюмен-Тюменский район. Такая вот тенденция, видим еще, обращаемость у нас сегодня разведены условно потоки, и те граждане, которые претендуют на содействие в поиске работы, причем это могут быть и занятые граждане, граждане, находящиеся в трудовых отношениях, и претендовать на оказание государственной услуги по содействию в поиске работы могут и они. И обращаются, конечно, с целью содействия в поиске подходящей работы, ну, таким образом, проверяя одновременно и свою релевантность на рынке труда, и те соискатели, которые обладают хорошими и надпрофессиональными, профессиональными качествами, они, конечно, быстро расходятся, как горячие пирожки. Если раньше была тенденция, ну, такая вот ограничивающая установка у работодателей, брать сотрудников сильных, мускулистых в возрасте до 45 лет, сегодня есть тенденции. Ко мне обращаются часто работодатели, говорят, нам нужно людей старшего возраста, потому что смена карьерного трека уже для них не характерна. Они хотят найти работу до выхода на пенсию, они будут работать качественно, будут скрупулезно относиться к любой поставленной задаче и выполнять ее наиболее качественно. То есть, ну, я, конечно, разрыва не делаю между качественными сотрудниками, исходя из возраста, но все-таки тенденция, вот эта преломилась тенденция ограничительных установок со стороны работодателей и в найме сотрудников, относящихся к предпенсионному и пенсионному, в том числе возрасту. Не менее важная, актуальная тема. Мы все знаем, что в Тюменскую область прибыли переселенцы из ЛНР и ДНР. Расскажите, какой процент прибывших удалось трудоустроить и какие работы в этом случае стали самыми актуальными? Ситуация меняется с этой категорией граждан каждодневно. То есть у нас прибывает на территории, организованных заездов у нас нет, хотя Тюменская область выступила среди тех регионов, которые готовы принять и массовые приезды. Приезжают люди по собственной воле, кто-то к родственникам приезжает, кто-то анализирует привлекательность с точки зрения заработной платы. С точки зрения привлекательности, что может характеризовать регион? Это количество рабочих мест и уровень заработной платы. По уровню заработной платы мы, конечно, привлекательнее, чем рядом близлежащие регионы, та же Челябинская область, либо Курганская область. И я понимаю, почему едут люди сюда. Потому что, наверное, рассчитывают на очень хорошие условия труда. Кроме того, мы в рамках взаимодействия со всеми органами исполнительной власти, всеми департаментами, наш департамент, трослевой в том числе, подключается к решению всех вопросов жизни и устройства. То есть это и первичная помощь финансовая. Я знаю, что департамент по социальной политике довольно активно работает по привлечению спонсорской помощи. Различные общественные объединения подключаются для того, чтобы помочь этим людям. Ну и, конечно, в рамках нашей компетенции мы работаем по трудоустройству, профессиональному обучению. В наше НПА мы внесли изменения, и граждане Украины также могут принимать участие абсолютно во всех мероприятиях. В каких-то мероприятиях они являются спецкатегорией, имеют приоритет. Поэтому по трудоустройству 213 человек из числа приехавших у нас заявили о возможности трудоустройства, необходимости решения данных вопросов. Кроме того, трудоустроено 94 человека. То есть мы близимся к 50% показателю по трудоустроенным гражданам. Есть момент ограничивающий какой. Чаще всего граждане, приезжающие с территории Украины, они приезжают без документов, подтверждающих профессиональный опыт, трудовая книжка, либо подтверждающие уровень их образования. Тут мы включаем все свои образовательные траектории, обучаем сначала, вспоминаем все, что забыли, и дальше трудоустраиваем. Среди работодателей, которые заявились о готовности принять граждан, прибывших из территории Украины, порядка 70 работодателей, с которыми уже отработано, где работают уже граждане Украины. Ну и разъясняем с другой стороны работодателям, что ничего опасного в этом нет, и граждане, получившие удостоверение на предоставление временного убежища на территории Российской Федерации, являются резидентами Российской Федерации, и никаких повышенных налогов не нужно уплачивать работодателю. Кроме того, возмещение нормативных затрат через наши мероприятия, либо через фонд социального страхования сегодня налажено, и как раз граждане Украины являются одной из спецкатегорий, которые могут пройти по данному мероприятию, а работодатель может получить возмещение нормативных затрат в размере 23 тысяч почти. Неплохо. А все-таки профессии какие выбирают? Есть какая-то тенденция или это по-разному всегда? Очень часто мы встречаем с такой спецификой и опытом работы соискателей. Вот Азовсталь, большое предприятие на Украине. У нас есть предприятия, которые с той же отраслевой спецификой выставляют вакансии. То есть мы с Толеваров, допустим, трудоустроим. И есть предприятия производственные, которые не могли набрать и отыскать такие кадры. И вот в данном случае мы быстро заполняли данную кадровую потребность. Сварщики очень востребованы, очень много сварщиков к нам приезжает. Но я не говорю о том, что у нас приезжают и врачи. Медицина у нас тоже не всегда укомплектована соискателями и готова не трудоустроиться. Причем от младшего обслуживающего персонала, медсестер, к примеру, да, до таких узких специалистов, допустим, врачи-хирурги у нас трудоустроены. Там единственное тоже ограничение, нужно подтверждать все вот эти медицинские документы и уровень образования. Здесь у нас Росздравнадзор работает, и мы направляем документы для подтверждения в эту организацию. Подтверждаются документы очень быстро. Вообще нужно сказать, что если говорить о категории граждан, приезжающих из территории Украины, у нас очень быстро решаются все вопросы, подтверждение документов, получение документов. Здесь и указы президента соответствующие есть. Вот, допустим, обмен прав и подтверждение прав водительских. Буквально без уплаты госпошлины получают подтверждение прав и российские права впоследствии, что позволяет людям, водители всегда и везде нужны, правда? Да. Поэтому здесь дополнительные варианты мы рассматриваем и разъясняем, куда нужно обратиться. Работаем, правда, по телефонному звонку. Всем руководителям звонишь, никто никогда не отказывает. И в отношении граждан Российской Федерации выстраивается отношение именно так. Спасибо за такой подробный ответ. Следующий вопрос отчасти мы уже осветили, но тем не менее, динамика по безработице увеличивается у нас в регионе или уменьшается? И произошло ли в текущем году увеличение количества рабочих мест? Да, вот если я уже касательно этой темы ответила, мне кажется, 24 вакансии было на 1 марта, 24 тысячи вакансий сейчас, 27-28 тысячи вакансий заявлено в банк вакансий Тюменской области. Причем я, когда ко мне обращается соискатель, всегда анализирую частные агентства отбора персонала, допустим, Авито, Работа, Джо, Плаб, Хэхэру, у нас с ними соглашение партнерское, Работа, Ро, и просматриваю те же вакансии в том же профиле и рекомендую дополнительно, выхожу также на работодателя, чтобы заявили нам эти вакансии. То есть обогащение и актуализация банка вакансий у нас тоже происходит в режиме нон-стопа. Специалисты работают в зависимости от профиля организации, отрабатывают по насыщению банка вакансий ежедневно. И количество безработных, как я уже сказала, тоже на снижение тенденции у нас идет, сейчас менее 4 тысяч безработных зарегистрированных в установленном порядке на территории Тюменской области. На начало марта у нас было 4 400. То есть никаких проблем особых нет с работой получается? Ну, здесь, наверное, обратная сторона низкого уровня безработицы, это отток кадров и релокация в другие регионы. Я имею в виду центральный федеральный округ, конечно же, потому что хорошие кадры видят свои перспективы там, наверное, не часто остаются. Да, и выпускники, допустим, IT-отрасль у нас всегда испытывают потребности. Строительная отрасль по темпу строительства Тюменской области у нас выходит в топе, да, всегда по Российской Федерации. Но опять же уровень заработных плат сегодня очень... Что характерно вообще для рынка труда, какая особенность? Конкурентная среда среди работодателей по средней стоимости персонала. Если у работодателя большие возможности финансовые и большие затраты на фонд, плюс стимулирование дополнительное в виде дополнительного социального пакета, путевки, допустим, да, мы видим, что такие холдинги очень быстро закрывают кадровые потребности, конечно, привлекательны с точки зрения соискателя. С другой стороны, сегодня соискательский рынок труда у нас, соискатели, конечно же, анализируют кадровую потребность не только в нашем регионе. Очень часто вот заявляемость у нас со стороны соискателей на подбор вакансий из других регионов. То есть люди сегодня и трудовые ресурсы именно в возрасте от... Соискатели в возрасте от 30 лет до 45 лет, они довольно мобильны. И не боятся менять место жительства, не боятся поменять даже карьерный трек, то есть другую профессию освоить и вперед. Поэтому, ну, наверное, это правильная позиция, потому что очень быстро меняется обстановка вокруг нас, требования к соискателям также быстро меняются. И тенденция вот на такую мобильность соискателей, и тенденция, наверное, на высокую заработную плату, это одна из позиций. И, наверное, по запросу работодателя часто очень требует многофункциональных сотрудников. То есть если мне нужен бухгалтер, я на всякий случай его еще обучу не только 1С, допустим, еще работе в ЦК финансы, на всякий случай. На всякий случай он будет совмещать у меня 1С кадры, чтобы подать сведения о трудоустроенном сотруднике. И тогда я ему гарантирую заработную плату и высокую, да, и один сотрудник будет совмещать в себе 3 должности и получать высокую заработную плату. То есть вот такие механизмы продумывания как раз развития кадрового потенциала отдельных предприятий мы видим. И, конечно же, потребности со стороны работодателей в рабочих специальностях. То есть если у нас, наверное, лет 5 назад тенденция была на увеличение и развитие топов, да, управленческого персонала, и везде искали юристов качественных, программистов, то сейчас у нас даже вот по строительной отрасли я наблюдаю, чаще всего это линейные вакансии отделочников, плиточников, мастеров кирпичной кладки и заработная плата порой в 3 раза больше, чем у того же менеджера или там кадровика, отделопроизводителя. И, наверное, нам, молодежь, сегодня нужно объяснять, что рабочие специальности применяют гораздо больший заработок, нежели белые воротнички. Что это не менее престижно. Конечно. Работать и зарабатывать. И позиционировать рабочие специальности, ну вот у нас есть конкурсное движение «Славим человека труда», наверное, это очень актуально. Еще одна тенденция, заметная всем, что оказание услуг населению все больше уходит в интернет. Расскажите, какие новшества в этом направлении реализуются в кадровом центре? Я вот вижу, очень активно телеграм-канал ведется. Постоянно прямые эфиры проводятся. Вот об этом более подробно. Ну, конечно, нас ситуация с пандемией очень приучила работать и в этом поле. И, конечно же, мы сегодня, вообще, начинание оказания услуг в государственной сфере занятости сегодня только через электронное взаимодействие, подачу электронного заявления. Лично подать заявление не получится. У нас есть федеральное постановление, которое предписывает порядок обращения в органы службы занятости только посредством подачи заявления на портале работы в России, то есть в рамках электронного взаимодействия РИШ. Мы можем, конечно, если человек лично обратился, как я уже сказала, в целях, ну, скажем так, помощи, да, раз нет такой технической возможности, подать это заявление на портал работы в России и отработать его в стенах нашего здания, но только посредством электронного заявления. Расскажите, как в Тюмени реализован региональный проект для поддержки самозанятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности. Самозанятых вообще становится больше или меньше? Вот какова тенденция? Мы с прошлого года совместно с «Опорой России» подписали соглашение, и также у нас подписано соглашение с центром «Мой бизнес», и 26 июля на открытии как раз модернизированного кадрового центра мы подписали соглашение с фондом инвестиционного агентства в Минской области. И, наверное, нам вообще интересна вся цепочка развития кандидата от «Самозанятого» до «МСП» и дальше до «Инвестпроекта». То есть и тут интересантов гораздо больше появляется. Тут и фонд инвестиционного агентства, и торгово-промышленная палата, и «Опоры России», естественно. Мы реализуем данное направление «Самозанятые 72». Это наш региональный проект. Ответственным исполнителем, по которому являются, конечно же, «Опоры России», что мы делаем? Вот конкретно, что мы делаем, обращается соискатель к нам. Видим, что он уникальный. У него профессиональный опыт очень большой. Видим, что он может развиться в «Самозанятого» и дальше нам в «МСП», ну, в общем, цепочку проследить. Мы направляем сведения о нем в «Опоры России». «Опоры России» подстраивает под тот классификационный профиль, допустим, если он в индустрию красоты уходит, разрабатывает образовательную программу «Брависта», к примеру, обучает бесплатно по этому направлению. Мы, в свою очередь, даем другие образовательные курсы в рамках наших мероприятий образовательных. Таким образом, мы получаем многопрофильного, как я говорила, специалиста, который имеет и первое, и второе, и третье, и четвертое, и пятое. И дальше уже, конечно же, мы можем обучить и поведение собственного бизнеса. То есть у нас есть образовательные треки, которые позволяют сегодня расширить круг знаний соискателей, в том числе над профессиональных и профессиональных качествами, совместно с нашими партнерами. Также мы для граждан, которые у нас стремятся организовать свою предпринимательскую деятельность, либо самозанятость, оказываем финансовую помощь. Для этого в региональное постановление были внесены изменения. Если раньше для самозанятости и оказания финансовой помощи необходимо было организовать индивидуальное предпринимательство, либо другую форму юрлица, сейчас необходимо зарегистрировать налог на профессиональный доход. И финансовая помощь в размере до 192 тысяч рублей, также безработному, который идет на самозанятость, будет выплачена. Государственное здание у нас практически уже исполнено по всем муниципалитетам Тюменской области, что говорит о востребованности, опять же, услуги. И нужно сказать о том, что мы анализируем постоянно потребности в этом мероприятии и уже два раза корректировали наше государственное здание. То есть других мер поддержки убирали и планировали дополнительное финансирование именно этого мероприятия. Потому что, наверное, развитие небольших территорий, не только Тюмень-Тюменский район, еще и Бердюжья, там есть свои моменты, и можно организовать также самозанятость и чем угодно заниматься. Развитие и право на развитие должен иметь каждый соискатель. Поэтому увеличиваем государственное здание по самозанятости чаще всего на небольшие муниципальные районы. Бердюжья, как я уже сказала, Аббатск и Сецк у нас корректировали государственное здание с увеличением в два раза практически. Я понимаю, что если в Тюмени насыщен рынок труда вакансиями и вариантов профессионально вырасти, скажем так, и состояться, есть у соискателей очень много, то в небольших муниципалитетах, пожалуй, выход на самозанятость является единственным вариантом выхода из безработицы. Поэтому, конечно, предприятие очень это востребовано, мероприятие это мы стараемся продвигать, позиционировать его именно с опорой России вместе, именно с фондом инвестиционного агентства. И прогнозируем не только на два года, на период заключения договора с безработным гражданином, его развитие этого проекта, скажем так, бизнес-проекта, но и дальнейшее взаимодействие через фонд инвестиционного агентства, чем они могут быть полезны в качестве развития их до уровня МСП, чтобы они стали и работодателями впоследствии, и нашими партнерами впоследствии, и имели шансы вырасти в хорошее производственное предприятие, возможно. В общем, все условия для роста созданы. Да, нужно только желание. Только бери и делай. Желание. А вообще чаще всего в какой сфере открывают люди свое дело? Вот я помню, несколько лет назад была дико популярная индустрия красоты. Сейчас что? Какая-то есть тенденция? Есть такое предложение на сайте фонда инвестиционного агентства «Бизнес-навигатор МСП». Если человек, это я еще апробировала, работая в Ишиме, ко мне приходил человек и говорил, вот я хочу заниматься мастером маникюрного сервиса, я уже работал, в салоне арендовал место, хочу развиться до уровня самозанятого, там-то, там-то, в том-то, том-то районе города. Мы заходим через «Бизнес-навигатор», добавляем АКВЭД, который планируется у нас к выходу на самозанятость. Я говорю, вот посмотрите, в этом районе города уже перенасыщение идет данной услугой. То есть конкурентная среда очень развита. И я понимаю, что выжить такому проекту будет очень сложно, даже если есть наработанная клиентская база. Поэтому что мы делали? Мы либо вырабатывали конкурентное преимущество, допустим, парикмахерских много, а детской ни одной в Ишиме не было. И вот мы открывали детскую парикмахерскую, специальные там стулья, оборудование покупали, именно в виде машинок, чтобы привлечь клиентов такого возраста. Потом я очень много езжу по другим регионам, и такие вот бизнес-идеи, допустим, в Омске есть парикмахерская «Хирург». Там аббревиатурой, латиницей написано название, но парикмахерская. У них, как у хирургов, лежат все инструменты, ножницы, бритва, все на такой белой подложечке. Все встречают тебе парикмахеры в белой одежде, с колпаками медицинскими на голове. То есть первоначально туда клиент попадает для того, чтобы просто посмотреть на стилистику данного заведения. И это их конкурентное преимущество. А впоследствии, когда оказывается еще и услуга парикмахерская на должном уровне, понятно, они нарабатывают свою клиентскую базу. Потом в Москве есть сеть салонов, в которых услуги оказывают исключительно мужчины. То есть мастера педикюра, маникюра – это исключительно мужчины. И это очень хорошая бизнес-идея. Причем с Автоградом мы, когда разговаривали, в сторону развития кадрового потенциала, я говорю, слушайте, было бы интересно мужчинам на автомобилях приезжать, а там автослесарь, женщины. Тем более сегодня нет канавных подъемников, у них все механизмы автоматические. Не нужно обладать физическими какими-то возможностями и способностями, чтобы диагностику двигателя, к примеру, произвести. То есть тут вот идеи, они, понимаете, возникают из воздуха. Но каждое конкурентное преимущество может либо вдохнуть в жизнь в эту бизнес-идею, либо наоборот, станет у нас этот бизнес-проект одним из многих и, наверное, долго не просуществует. Либо второй вариант – сменить, наверное, локацию на другую сферу, отрасль и так далее. То есть мы анализируем ведь еще соискателя любого безработного гражданина, организуя услугу по профессиональному ориентированию. Сделаем вот эти профессиональные срезы, говорим человеку, какая сфера деятельности наиболее ему будет интересна, и в которой он может состояться профессионально. У каждого свои особенности, понимаете, все мы с вами разные. Но если я в том году еще говорила про одну, допустим, бизнес-идею, и про одну карьерную траекторию, то сегодня я понимаю, что нужно иметь в запасе еще одну, две, три, четыре, возможно. То есть у нас все очень быстро меняется, и мы предположить не можем, куда все движется. Поэтому, учитывая нашу с вами многогранность, наверное, мы должны прорабатывать все варианты вокруг себя и все возможности рассматривать. Поэтому люди очень интересные существа, и порой мы сами не знаем, что у нас лучше всего будет получаться, и, наверное, пробовать нужно. Но готовым стоит быть на всякий случай. Хорошо. Оксана Вячеславовна, расскажите, какие вообще на сегодняшний день существуют меры государственной поддержки? Вот помимо того, так скажем, базовой суммы, которая для самозанятых предназначена, наверняка что-то есть еще такое. Вот смотрите. Ну, я не буду говорить про пособие, потому что пособие – это не тот вариант, вообще ради которого стоит обращаться в службу занятости. Я всем соискателям говорю, если вы обратились за содействием в поиске работы, вариантов нетрудоустроиться у нас нет. На всякий случай, да? Мы будем идти сегодня к соискателю и искать ту работу, которая подходит именно для него. Мы говорим про те меры поддержки, которые способствуют развитию работодателя, способствуют тот самозанятый. Трудоустройство предпринимательского отдела – это трудоустройство в рамках региональных мер поддержки по 390-му постановлению. То есть организовывая временные рабочие места, временно берет сотрудника работодатель сроком на 2 месяца. Это региональные меры поддержки. Такие же федеральные есть. Разница в том, что в рамках федеральных средств мы можем трудоустроить до 3 месяцев. И если раньше мы позиционировали это только как помощь работодателю, допустим, тяжелая финансовая ситуация на предприятии, мы возмещаем затраты по фото и выплатам во все негосфонды, то сегодня я позиционирую это мероприятие, временное трудоустройство, как отпор лучших кадров. То есть ты за 2-3 месяца можешь понять уже, насколько данный человек тебе подходит. Потому что сегодня у нас предприятия такие же, они индивидуалисты все, и у каждого свои ценностные ориентиры, и каждый ищет сотрудника по себе. Методы отбора персонала у всех абсолютно разные, требования к персоналу, следовательно, тоже. Поэтому за 2-3 месяца период временного договора предписывает тебе организацию с первого по первое число, к примеру, и ты уже понимаешь, насколько он соответствует твоим запросам, не только профессиональным качествам, естественно. Если человек выходит на работу и начинает на больничные ходить, наверное, это тоже не очень хороший вариант, поэтому по окончанию временного трудового договора без препятствий сотрудник этот уходит, и мы работаем над поиском другого. И, конечно же, этот период мы возмещаем нормативные затраты, то есть для работодателя никаких затрат дополнительных нет на финансирование данного рабочего места. В итоге он либо получает качественного сотрудника, которого уже знает, и переводит его на постоянные условия работы, либо беспрепятственно ищет другого. Либо опыт. Да. Хорошо. А в каких отраслях на сегодняшний день наиболее востребованы специалисты? И какие профессии сейчас самые топовые? То есть это же тоже меняется всегда. Строительная отрасль. 4300 вакансий по Тюменской области. Дальше у нас идет индустрия гостеприимства. Это ательеры, рестораторы. Очень большое количество заявленных вакансий практически по всем предприятиям, по всем ресторанам. Причем требования, опять же, у каждого свои. И здесь мы ищем в основном поваров, кондитеров. Предложить можем работодателям, какой метод набора персонала. Мы можем переобучение порекомендовать в рамках двух наших больших образовательных проектов. Это региональное государственное здание, либо нацпроект «Демография». Здесь мы сотрудничаем с тремя региональными операторами. Это техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. В рамках сетевого взаимодействия взаимодействует со всеми образовательными учреждениями среднего и профессионального звена по Тюменской области. Это все многопрофильные техникумы Ишима, Тобольска, Галышмановский многопрофильный техникум, Сорокинский. То есть все свои филиалы подключают и можем обучить и на мастеров кирпичной кладки, и на повара, и на кондитера. Абсолютно бесплатно для работодателя и абсолютно бесплатно для соискателей впоследствии его трудоустроить. Естественно, что здесь, наверное, нужно предварительно согласовывать данного кандидата перед началом обучения. Поэтому мы так и делаем. Мы сначала посылаем человека к работодателю, он знакомится с ним, увидит, что он его полностью будет устраивать как будущий сотрудник. И впоследствии, после курса обучения, он приступает к работе. Поэтому вот две, наверное, эти сферы. Но так сказать, чтобы в какой-то сфере у нас не было потребности. У нас, допустим, такие работодатели, как Суэнка, Пау Россети, им постоянно требуются электромонтеры 3-го, 4-го, 5-го разряда. Производственные предприятия крупные, такие, как конструкция, стальмаж, им требуются постоянно сварщики 4-го, 5-го разряда. То есть тюмень-сандоремонт, то же самое. Вот, наверное, в топе и по заработной плате эти специальности будут тоже. Мне недавно удалось пообщаться с одним из строителей, ну, именно мастерки кирпичной кладки. Так вот, если я озвучу, сколько он зарабатывает в месяц... Мы будем завидовать, да? Обычно, и на какой машине он ездит, и сколько он зарабатывает здесь, в Тюмени. И он говорит, в сезон я могу позволить себе работать. И нужно, наверное, такую тенденцию наметить. Вот о мобильности трудовых ресурсов я уже сказала. Сегодня те мастера, которые в топе, они не боятся также менять место работы. То есть если пообещали, к примеру, на 30 тысяч больше, он беспрепятственно уйдет к другому. И поэтому все строительные компании у нас очень часто заявляют вакансии, ну, таким образом перекупают, скажем так, сотрудников. Вот эта конкурентная среда, как я уже сказала, среди работодателей, она, наверное, будет очень долго такая тенденция оставаться. Поэтому я бы призвала всех работодателей отслеживать среднюю заработную плату в своей отрасли, чтобы понимать, сколько будет стоить такой сотрудник. И адекватную заработную плату в зависимости от муниципалитета. Мы же понимаем, что в Ишиме одна заработная плата, в Тобольске другая заработная плата. В Тюмени это уже третий уровень заработных плат. То есть отслеживайте, коллеги, среднюю заработную плату по специалистам, которые вам требуются, и выставляйте адекватную. Потому что когда ко мне приходят работодатели и говорят, я за 20 тысяч хочу себе такого вот золотого сотрудника, естественно, нужно понимать, что в Тюмени за 20 тысяч, наверное, мы не найдем такого сотрудника. Нужно адекватно оценивать востребованность данных специалистов на рынке труда и среднюю заработную плату. А есть ли такие сферы, в которых, наоборот, ожидаются сокращения? И вообще есть ли такое понятие, как тенденция к сокращению? Ну, в связи сейчас с позицией импортозамещения и, скажем так, есть проблемы на определенных предприятиях. По понятным причинам я их озвучивать не стану, потому что ситуация меняется также в ежедневном режиме у нас. У нас крупные производственные предприятия заявили о режимах простоя, даже в освобождении, но в освобождении такого массового у нас нет сотрудников. Кроме того, есть федеральные меры поддержки таких предприятий, которые объявили режимы неполной занятости. Это и простое, и в освобождении сотрудников, и неполный рабочий день. Мы можем организовать временные рабочие места на этом же предприятии, либо найти предприятия, схожие по отраслевой специфике, где объем работ есть, и туда этих сотрудников на период простоя. Мы можем трудоустроить в рамках временного трудового договора, возместив затраты, опять же, по 22 877 рублей. И у нас заявились такие работодатели, которые готовы взять с тех предприятий, где объявлен простой, к примеру, сотрудник. И, конечно же, наша задача в чем? Сохранить численность этих предприятий, потому что это производственные предприятия, на которых есть своя специфика. И если мы сегодня потеряем эти кадры, при восстановлении всех производственных цепочек мы, наверное, не найдем или будем долго искать потом этих сотрудников, если они уедут в другой регион, к примеру. Поэтому наша задача — сохранить численность персонала, организовав такие временные рабочие места. С этой целью мы выезжаем на предприятия, где объявлены режимы неполной занятости, размышляем, кого куда мы можем, вот прям пофамильно разбираем, кого куда мы можем трудоустроить, находим предприятия. Вот такие комиссии у нас выездные очень часто проводятся. Наставник закреплен буквально за каждым предприятием, у которого есть режим неполной занятости. Что предлагает кадровый центр работы России как раз для людей, которые решили изменить свою жизнь? Например, работает человек-журналистом и решил, что он пойдет в юти-сферу. Что делать? Развиваться и прислушиваться к себе, к своим внутренним желаниям. И, наверное, неосуществленная в детстве мечта, она впоследствии должна состояться у каждого соискателя. Поэтому вот возникло желание, нужно прийти в центр занятости, мы можем обучить, мы можем сегодня предложить варианты развития самозанятости, как я уже сказала. То есть вариантов очень много. При помощи опоры России также помещаем в отраслевую среду, в бьюти-индустрию, у него там целая артель есть, где есть такие же успешные мастера, бьюти, каворкинг. И попробовать, возможно ведь просто попробовать, а вдруг не твое. А вдруг вот ты представляешь себе эту профессию, как мне тут один соискатель задал вопрос, мне нужно хорошее рабочее место. Хорошее как это, да? Понимаете, универсальных рецептов здесь нет. Исходя из, опять же, главных принципов клиентоцентричности, то есть каждый человек уникален, и вскрыть в нем вот эти надпрофессиональные и профессиональные возможности и желания, наверное, может только он. Лучше нас, нас никто не знает, поэтому, наверное, необходимо попробовать. И вот смена этого локуса профессионального, наверное, даст понимание, сможешь ты в этом работать постоянно, изо дня в день осуществлять такую трудовую деятельность, или все-таки соскучишься по журналистской деятельности, по общению с людьми. Там тоже есть, конечно же, общение, но оно несколько другого характера. Правда, здесь два абсолютно профессиональных профиля. И, наверное, будучи журналистом, мы можем научиться и мастером маникюра стать, да, к примеру, и дома ради удовольствия делать своим родственникам этот маникюр. И другое дело абсолютно, когда ты с 9 утра начинаешь эти ногти пилить, да, и без вариантов до 9 вечера у тебя, потому что, ну вот такая красивая картинка, бьюти-индустрия, я хороший мастер, много зарабатываю, потому что услуги всегда в цене. И сейчас, знаете, кстати, вот общаясь с бьюти-индустрией, с мастерами бьюти-индустрии, я понимаю, что к нам приезжают из средней полосы России на маникюр сюда к мастерам, потому что разница за услуги довольно такая, ну пропасть. В Москве сколько стоят эти услуги, сколько стоят в Тюмени. И то же самое ближнее зарубежье, допустим, вот Польша, там очень высокие такие услуги, порядка, на наши деньги, порядка 10-12 тысяч рублей стоит маникюр, как вот мне сказали, а с покрытием еще дороже. И буквально с образовательным центром месяц назад я разговаривала, приехала девушка из Польши, она работает, ну что-то вроде нашей соцзащиты, и она приехала обучаться в нашем образовательном центре на мастера маникюра, для того, чтобы в свободное от работы время оказывать эти услуги. Она говорит, я там зарабатываю меньше на основной работе, и поэтому я понимаю, что у меня это будет получаться. То есть вот нужно понимать, к чему ты стремишься, и совмещать, наверное. Вот есть люди, которые читают 2-3 книжки одновременно, да, и так удобные им, для того, чтобы сопоставить, для того, чтобы там как-то лучше понимать... Переключиться, возможно. Переключиться, да. То есть, наверное, как еще Лев Николаевич Толстой сказал, смена физической работы на умственную, это и есть счастье. Ну, хобби ведь есть у каждого, поэтому монетизировать его, конечно же, можно. Но нужно понимать, что все-таки для тебя основное, и в чем ты готов развиваться не линейно, а именно вертикально. Спасибо за такой подробный ответ. Думаю, нашим зрителям все стало понятно. И, насколько мне известно, в кадровом центре работы России оказывается еще и психологическая помощь. Вот для кого это? Кто потерял работу? Или кто потерял направление, вектор в жизни? Как это работает? Расскажите. Психологическая помощь, также профориентация. У нас оказывается тем гражданам, которые находятся на предприятиях с режимами неполной занятости. Они внесены в постановление, и такие услуги, как самозанятость, например, им тоже доступны, несмотря на то, что они находятся в трудовых отношениях. И, конечно же, в основном эта услуга психологической помощи оказывается тем гражданам, которые на учете состоят длительный срок, то есть более полугода. Более полугода отсутствует трудовая деятельность. Для нас это уже сигнал, что человеку нужно какие-то мотивационные моменты устраивать. Также с этой целью мы проводим коуч-сессии для безработных граждан, где наш психолог отрабатывает и отрабатывает независимые коучи. У нас таких партнеров очень много. Поэтому об этом тоже мы говорим везде, о том, что мы отрабатываем с мотивационными моментами. Сами понимаете, чем дольше человек не работает, тем меньше у него потребностей, последствий и трудоустроиться. И вообще саморазвитием заниматься, потому что привыкаем к халату и тапкам. Куда-то не туда в таком случае идет человек, я думаю, потому что трудиться нужно. Ну и в завершении нашего прекрасного интервью, чего бы вы пожелали тюменцам, которые ищут работу или которые, как мы обсудили, хотят что-то изменить, изменить профессию? Можно обратиться в ту, наверное, камеру, да? Можно, во-первых, обратиться лично в центр занятости по адресу республики 204В, корпус 3. На первом этаже встречают очень активные администраторы, которые выявляют все ваши потребности в тех услугах, которые вам необходимы, именно вам. Кроме того, я веду личный прием, можно подняться ко мне. Обычно без предварительной записи, тем, кто заинтересован в личном развитии, я помогаю. Очень часто мне работодатели, это руководители, чаще всего организации, предприятия, звонят и говорят, нам нужен пиарщик, нам нужен, допустим, технолог, высокопрофильный. И, наверное, вот с приема от меня многие уходят с результатом предварительным, когда я резюме рассылаю многим руководителям. Конечно же, у нас есть территориальные отделения в каждом муниципалитете, то есть 22 муниципалитета по Тюменской области, и в каждом из них есть центр занятости. И в Аббатске, и в Армезоне. Конечно, нужно обращаться в центр занятости и говорить о том, что мне нужна такая-то услуга. Я хочу... Не бойтесь высказать свое мнение, не бойтесь высказать свое желание и потребности свои озвучить. Потому что, ну вот я повторюсь, лучше нас, нас никто не знает. И когда у меня человек вот на приеме, каждый открывается, за пять минут я понимаю, что ему нужно. Это, наверное, и от заинтересованности специалиста, конечно же, зависит. Поэтому я своих специалистов очень мотивирую на открытое общение с гражданами. Любой из нас может заблудиться или выбрать ошибочно профессиональный профиль и дальше работать по этому профилю. Многим на уровне образования школы или там среднего профессионального образования, высшего профессионального образования предписывают родителей, куда нужно идти обучаться. Ну как нам прислушаться к родителям и в уважении к ним? Не нужно высказывать свое мнение, даже если ты школьник, маме с папой нужно говорить, вот я хочу попробовать вот это и обучиться туда-то. Обратиться. У нас есть очень много услуг для... Есть специальных программ для профориентирования школьников. У нас есть профцентр, который посещают на школьнике Тюмени и Тюменского района. И поэтому мы рассказываем о всех востребованных профессиях на рынке труда Тюменской области, именно о средней заработной плате рассказываем, чтобы они безошибочно могли выбрать тот профиль образовательный или ту сферу деятельности, которая впоследствии безошибочно будет, наверное, любимым делом. И я всегда говорю, нет идеального рабочего места, наверное, в каждой профессии, на каждом предприятии есть свои минусы и плюсы, но, наверное, отличает нас, насколько мы эти плюсы или минусы можем переводить в плюсы. То есть вот многозадачность. Мне говорят, я не люблю многозадачность. Но что делать, если это, наверное, первое качество и первое требование к соискателю, пожалуй, любого профессионального профиля, линейным соискателем, топовым, действительно. Поэтому, наверное, это качество в себе нужно вырабатывать и развивать. Особенно сейчас это становится все более-более актуально во всех сферах причем. Да, да, да. То есть стрессоустойчивость, многозадачность это вообще, наверное, такое требование ко всем людям сегодня. Мы должны понимать, что мы все сильные, что мы все можем. И право на развитие имеет правда каждый. Но у каждого есть своя там какая-то планка, которую он либо может превзойти, либо ему комфортно на том уровне, который он занял и занимает. Оксана Вячеславовна, спасибо за такие подробные, развернутые ответы. На этом наше интервью подходит к концу. И я напоминаю, что сегодня гостьей клуба от первого лица стала Оксана Астафьева, директор кадрового центра работы России в Тюменской области. И мы говорили о ситуации на рынке труда. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»